прошел песок праздничный до первых денег где-то два дня и сегодня мы уже находимся в полупраздничных днях полупраздничные дни значит мы продолжаем продолжаем радоваться увеличивает радости и значит это полупраздничные и вот и вот значит сегодня у нас урок будет опять же на тему нас все уроки на тему радости но я решил пока книжку не продолжать и в принципе вам скажу так что поездка лично мне есть люди которые прямо радуются ездят куда-то и они пишут там я про путешествовал 50 стран но я насколько помню в туре когда бог каину дал проклятие он ему сказал что ты будешь каяться до каяться это ты будешь тебе будешь с места на место ты будешь ездить и когда авраам отправился в путь когда бог ему сказал их лиха иди иди себе мир цехами байдовиха мимо латехами байдовиха когда бог ему сказал иди себе говорит может быть правда вот тут ответ на вопрос зачем люди путешествуют бога в раму сказал иди как бы себе но можно понять иди к себе и он говорит иди к себе мир цеха из своей страны мимо латеха из своего города из дома отца своего и тора специально нам показывает порядок выхода был у авраам не необычный обычно же человек выходит из дома потом из города потом из страны а бог ему говорит иди из страны своей иди из города своего иди из дома своего иди к себе землю которую я тебе покажу и отсюда учат наши мудрецы что чек он находится в плену в плену в начале у обычаев своей страны знаете как родился в в китае ты китаец родился там в украине значит ты украинец но образно да там в россии в советском союзе в америке то есть страна очень сильно накладывает свой отпечаток на менталитет на мышление человека потом у него у каждого из нас есть свой город мы сейчас здесь на пессахе в будапеште и тут есть люди из разных городов из разных городов и есть из харькова как раз вот мы сидим из харькова такой ребята вот я с ними сижу дружу которые все из харькова и мы вчера вдруг обнаружили что там три человека из компании этой наизу знают 12 улевый золотой теленок то есть это была их любимая книга причем до такой степени что они прям кусками могут цитировать и определенный менталитет есть и харьков это харьков там одесса это одесса веселые такие питер это считается культурные ну и так далее то есть у каждого у каждого города есть свой особенный менталитет теперь в хорошо дом дом отца понятное дело что у каждого есть свои в доме каждого воспитывали по-разному каждого были свои какие-то особенные в доме какие-то свои там правила порядке привычки и так далее получается что чек находится он как бы запрограммирован страной запрограммирован городом и запрограммирован семьей и если он хочет прийти к себе где здесь я я набор чужих каких-то моделей или же я все-таки личность индивидуальная и есть какой-то я и вот как бы есть один из комментариев такого что русского аврааму иди к себе для этого надо освободиться начали снять шелуху вот этой страны да потому что вообще не твоего к родился в одну эпоху была одна власть одну идеологию качали в народ родился в другую другая власть другую идеологию качают то есть власть она всегда меняет историю под себя и меняет идеологию значит вот у вас там вроде значит а я его защитим внутри иноденты которые подчиняются внешним врагам а мы вас защищаем а не факт что внешне вроде они вроде потому что американцы пришли в японию до значит сейчас япония одна из самых развитых стран мира благодаря америке американцы пришли в германию германия сейчас одна из самых развитых стран мира после войны восстановили ее вообще вот прям и восстановили до германии чистом крупнейшая экономика европы а советский союз выиграл войне и все молодцы и у нас лучшая идеология и мы самое я другой такой страны не знаю у нее песня была я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек да это было в стране в которой было запрещено вообще слово сказать против власти и вообще нельзя было выход за границу потому что у тебя вообще не было никаких прав вообще куда ты поедешь вообще ты чё свободный человек что ли спой песню я другой такой страны не знаю где так вольно слышит дышит человек все и все давай песню петь при том что паспорта нет выехать никуда не можешь но ты вольно прям коптится да только значит это самое должен быть прописка у тебя где прописка вообще если нет прописки так вообще не человек да без бумажки ты букашка с бумажкой человек а все и тогда если есть бумажка тогда ты вольно дышишь человек все значит это первое что надо себя снять второе что надо снять это обычаи города да потому что одном но хорошо родился в этом городе и что теперь я всю жизнь должен значит да всю жизнь я тебе должен говорить как в этом городе говорят да не должен и дом отца не всегда были не всегда были по именно такие знаете правильные системы воспитания которые раскрывают талант каждого человека то есть бывали воспитатели с передибами да причем дипер дипер забота она для человека также плоха как отсутствие всякой заботы и бывало а смесь дипер заботы с отсутствием заботы это еще хуже потому что чека вообще тогда у него клинит голову на всю жизнь и вот бог сказал аврама освободись от всего этого и тогда ты придешь ко мне и как раз об этом я хотел сегодня сделать наш урок я здесь провожу тоже в уроке занятия и вот мы вчера значит на такую тему наткнулись очень интересно значит есть в торе есть три праздника так называется шалош регали три праздника в которые нужно было подниматься в иерусалимский храм и в иерусалимском храме в эти ну то есть это были такие праздничные дни песах это праздник исхода из египта шавот это сейчас от песаха 50 не 50 день это будет праздник дарования торы и третий праздник у нас какой сукот сукот это в осенью это живом шалашах можно сказать что праздник сбора урожая можно так сказать условно но в торе они они называются другими словами да то есть есть название песах это это праздник песах это праздник свободы мы в молитве прямо говорим что вот мы значит сегодня находимся в дне нашей свободы да называется праздник свободы теперь праздник шавот называется матан тора тэйну это дарование тора именно такое слово используется дар до что всевышний дал в дар тору народу израиля и третий праздник сукот называется зман симхатэйну время нашей радости получается у евреев есть три главных праздника это прям бог установил что люди должны приходить в храм и праздновать три главных вещи называется шалош регалим три праздника потому что ногами тогда шли в иерусалим некоторые две недели шли некоторый месяц шли значит и поднимались в храм иерусалим на вершине как бы находится храм еще выше и там приносили жертвы и кушали мясо значит и праздновали праздновали радовались теперь получается что три главных вот этих вот ключевых три ключевых ценных вещи есть в мире которым надо радоваться первая вещь прессах это свобода то есть свобода освобождения я не случайно начал с авраама который был первым кого бог вот так который соединился с богом авраам он хотел найти всевышнего авраам он но это была его мечта понять как мир и работает говорят что до того как он нашел связь со всевышним он изучил все и дал поклонство он был самый известный астролог маг того времени то есть авраам его 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 написано так трактата его да то там где он собирал это знание а вода зара и дал поклонство было 400 атомов то есть он изучил все вообще что только можно было знать про про мироздание и он дошел до того что есть единый бог который все это сотворил и всем управляет что все силы которые есть мироздание они созданы и управляются одним единым богом и он с этим богом он прямо его говорит я хочу вот ничего в жизни больше не хочу хочу с тобой познакомиться хочу с тобой установить контакт и так сильно он хотел вот как многие из тех кто слушает уроки платформовая игра тоже пришли сюда именно по той же причине по которой авраам искал бога что я хочу понять вообще установить контакт с творцом мироздания конечно как мы знаем что есть контакт мы узнаем по каким-то позитивным изменениям жизни то есть у человека есть в принципе в жизни есть у человека только один надежный критерий правильности своей жизни или чеку хорошо или нехорошо если чеку нехорошо значит что-то нехорошо с ним если его хорошо значит с ним все хорошо все вот это единственный правильный критерий и когда человек ищет контакт с богом он тоже ищет в принципе чтобы было хорошо он не хочет чтобы было нехорошо и вот авраам искала искал этот контакт и бог ему говорит, лех-леха, освободись. Вначале ты должен освободиться. Выйти из ограничений своего города, из ограничений своей страны, из ограничений своего дома. Выйти из ограничений. Это и есть свобода. Если человек думает, что ему плохо, то ему плохо. Даже если мы думаем, что ему хорошо, был такой вопрос. Я вот на него отвечаю. То есть, если сам человек думает, что ему плохо, а мы говорим, да нет, тебе хорошо. Он говорит, да мне плохо. Мне так плохо, что я рыдаю в депрессию, например. мы говорим, что ты вообще выдумываешь, тебе хорошо, вот тебе хорошо, я тоже долгое время не мог понять, когда моей жене плохо, я пытался ей сказать, да нет, тебе хорошо, а потом я понял, что если ей плохо, так ей плохо, это ей не хорошо, и не надо уговаривать, что ей хорошо, когда ей плохо. Вот, теперь дальше, но сам человек себя может уговорить, и что ему плохо, и что ему хорошо, это уже выбор человека, так вот, первый праздник, Песок Свобода, это освобождение, освобождение от всех ограничений, включая, современный человек очень сильно, он завязан на пищевых ограничениях, то есть свобода, это освободиться от пищевых привязанностей, получается, что человек, который не может без чашечки кофе, он рад кофе, то есть если он может без кофе, но если у него есть кофе, ему хорошо, то он, значит, это человек, который получает удовольствие от кофе, но если он, вот эта тонкая грань, тоже как раз я учил в этот Песок, я открыл Талмуд Брахот, из такой трактат Брахот, и там открылась, я люблю открывать с какой-то мишны, и просто чуть-чуть поучиться, поповторять, и открывается мишна, в которой Рабан Гамлиэль, он говорит такую фразу, он говорит, а, в Талмуде так написано, что Рабан Гамлиэль, в первый день, когда у него умерла жена, он был в статусе скорбящий, он мылся горячей водой, Рахатс Бумай Мухаммин, ученики ему говорят, учитель, ты же нас учил, что человек, который в трауре, он не может мыться горячей водой, значит, прям по закону нельзя, то есть в трауре человек первую неделю, он не может получать никакой радости от жизни, он рвёт на себе одежду, сидит на маленькой скамеечке, то есть он скорбит, и он не может получать никакого удовольствия, музыку слушать, всё такое, а он мылся горячей водой, он им говорит, я не такой, как все люди, я изнеженный, объясняется, что он им сказал, он говорит, я моюсь, я от этого удовольствия уже не получаю, я изнеженный, если не помоюсь, так я буду страдать, так мудрецы сказали, что нельзя в это время, когда ты скорбишь, получать удовольствие, а я изнеженный, я уже удовольствия не получаю, я только если я не моюсь, тогда я страдаю, на это мудрецы не, они не дали это ограничение, чтобы человек страдал больше, они не хотели, чтобы он больше страдал, Они хотели, чтобы он убрал от себя все отвлекающие факторы и погрузился в воспоминания о своем ушедшем, он скорбит, как бы прощается с ним. Теперь мы видим отсюда, что человек, который изнеженный, он уже не получает удовольствия от комфорта, он страдает от отсутствия того, чем он изнеженный. И Песах это как раз вот такое простое освобождение, мы не едим хлеб и все, что с хлебом связано, мы это не едим, значит, вообще. Теперь, ну и вообще Песах это такое очень простое упрощение жизни, вот это вот хлеб с водой и ты освобождаешься. Когда ты освобождаешься от пищевых привязанностей, ты освобождаешься от страха, что тебе люди боятся за будущее, да, но чего они боятся? Этот страх, он в основном подсознательный, он основан на том, что на протяжении тысячелетий люди боялись, что завтра не будет еды. И когда человеку сегодня не хватает, неважно, ему не хватает излишеств или ему не хватает самого простого, но состояния не хватает, в нем живет большинство людей, которые смотрят, например, рекламу, я сейчас сижу, думаю, он стоит напротив Range Rover, вот думаю, мне не хватает. С одной стороны, это неплохая как бы мысль, ну, что здесь плохого, спросите вы, да, человек хочет хорошую машину. Вроде ничего плохого, но я уже думаю, так, надо, значит, может деньги за уроди начать брать, может то, может это, то есть я уже думаю, как мне, я, значит, ушел на год работать, значит, работать тяжело, там, на год, на месяц, на два, неважно, я хочу, купил я Range Rover, сел я в Range Rover, значит, вернее, ну, я в нем сижу, потом я опять же сижу, стоит Range Rover, ты думаешь, да, чего мне опять не хватает? Мне не хватает, но все вот эти вот мысли о том, что тебе что-то не хватает, они вызывают тревогу за будущее, потому что мозгу ему все равно, это машина, компьютер, если он живет в постоянной нехватке, неважно чего, тут ему еды не хватает, тут ему слишком холодно, тут ему слишком жарко, тут ему неудобно, тут, и он все время варится вот в этих вот, скачет из аспекта одной нехватки в аспект другой нехватки, то он себя конкретно программирует на страх, потому что он проецирует все это на будущее, и, значит, вот я думаю, что Вимков ни от чего бы не страдал, Вимков пофидист, полнейший, и ему нет холодной воды, я думаю, что он бы тоже не страдал, то есть, когда ты уходишь в, вот туда вот, йога, там, работа над собой и так далее, то он аскет, он бежит по пустыне, например, он может без воды, там, перебежал Сахару, без воды, без еды, в трусах, там, забежал куда-то на Монблан, там, ну, какие-то у него есть достижения в том, что он, наоборот, в самоограничении, в саморешении, поэтому для него, для аскета, да, для человека, который, он обходится без всего, он от всего начинает получать удовольствие, то есть, он, наоборот, если изнеженный человек, он от всего, от отсутствия комфорта он страдает, то человек астетичный, он от присутствия комфорта, он кайфует, причем для него комфортом является все, можно сказать, вообще все для него комфортно, как для человека голодного, как царь Самон в притчах, он говорит, что сытая душа, она пренебрегает медом, да, то есть, для него мед уже, ну, невкусно, а ленефиш райва для души голодной, ну, тело голодное имеется в виду, для него коль марматок, для него все даже горько, оно становится сладким, я, например, сейчас с утра воды не попил, я еще не ел, не ел, не пил вообще, я даже на траву сейчас смотрю, думаю, вот, сейчас бы я траву, помните, в детстве, вытаскиваешь травинку, и так вот эту вот белую часть ешь, думаешь, вкуснотища вообще, вот я бы сейчас травы бы тоже бы поел, да, теперь вот эти вот все идеи, мы способны на большее, и все хотим это реализовать, и их придумали маркетологи, потому что если бы люди просто жили бы спокойно и кайфовали, то ничего бы не продавалось, то есть, как, знаете, яхта, например, есть, вот, яхта, это мечта, я помню, у меня тоже я заразился этой мечтой, а как заражают мечтой? Тебе показывают, тебе показывают, тебе показывают, яхты, девушки, все эти картинки, все подобрано, потом у тебя глаза видят, сердце хочет, ты говоришь, хочу яхту, хорошо, что я уже тогда, даже когда я преподавал достижение цели, что надо там за, как сказать, себя там замотивировать и ломиться, я все равно говорил, ну, вначале попробуйте, протестируйте, я помню, у меня прям, я как-то себе написал, что моя цель купить яхту, но потом я решил, что я все-таки попробую поплавать на яхте, я же никогда не плавал, я же яхту видел только на картинках в журналах и слышал в разговорах, что вот раз в богате я куплю яхту, я думаю, я поплаваю, взял в аренду яхту с водителем этим, яхтсменом, мы выехали в море, в Одессе как раз это было, выехали, значит, я, жена, дети, выплываем мы, а у всех оказалась морская болезнь, и как начало всех тошнить, как начало всех укачивать, все, ну, то есть, и все, я расстался с этой мечтой о яхте, думаю, зачем мне нужна эта яхта, все. Еще раз, давайте вернемся, мне нужно сейчас вот ровно через 5 минут, мне нужно закончить, 28 минут, значит, первый праздник, Песах, мы освобождаемся, праздник свободы, дальше, когда ты свободен от всего, у тебя нет привязанностей, мозг не может стоять на месте, и тогда идет следующий праздник Матан Торатену, дарование Торы. Тора это как раз то, что заполняет твое интеллектуальное пространство, и ты начинаешь выполнять волю Всевышнего, заповеди, учить Тору, учить Талмуд. Все 49 дней, которые мы идем от Песаха до Шавота, до дарования Торы, это свирата омер, исправление качеств, каждый день исправление качества. Сегодня качество, например, называется границы в милосердии. Вчера было милосердие в милосердии, хэсэд шебэхэсэд, это первый день, то есть безграничное милосердие, и нужно было тренировать безграничное милосердие. Сегодня нужно тренировать ограниченное милосердие, когда ты помогаешь, но ты уже выставляешь границы, ну, как бы помогаешь по тем правилам, по которым ты считаешь нужным помогать. И дальше идет 7 дней исправления всего, связанного с милосердием, а потом все связанное с гвурой, с силой, со строгостью. В общем, 49 дней занимаешься, постоянный тренинг, исправление своих качеств. Потом дарование Торы, Шавот на 50-й день, получаешь Тору, и все, у тебя уже нет свободной минуты. Ты утром проснулся, благодарен я перед тобой. Как сказать, что сказать, какие благословения, какое то, какое это. То есть ты все время в Торе, ты все время учишь и выполняешь. Учишь, выполняешь, общаешься со Всевышним. И тогда последний третий праздник наступает Суккот. Шалаши, и ты читаешь Эхлизиаш, что все это весь мир эвелевелим, ты сидишь в шалаше, и если ты первых два праздника выстроил правильно, то тебя уже все, ты уже так начинаешь радоваться. Неделю Суккота в шалашах ты радуешься, и уже эта радость тебя не отпускает весь год. И мы начали, вы помните, мы начали вообще тему радости изучать, когда? Симхат Тора, радость Торы, это последний день Суккота. И мы начали как раз, 7-го было октября, последний день Суккота. И вообще было бы, ну у всех голова разрушена. 50% Израиля находится в полном вообще, ну страшно, реально страшно то, что с людьми творится. Все, кто ходят на уроки, с 7-го октября мы начали изучать книгу Сат Благодарности, и изучаем эту тему Благодарность, Радость до сих пор, все спокойные, все радостные. Сейчас у меня приехал здесь один парень, он тоже ходит на уроки, ему такого же около за 60, и он настолько успокоился уже, что он решил жениться. Он говорит, а что нет, что мне волноваться? Мне уже 60 лет, я уже отволновался, просто раньше я волновался, потому что не умел не волноваться. А после книги Сат Благодарности и в наше уроки про радость, он говорит, я подумал, а что мне вообще бояться? Наоборот, 60 лет самое время начать жениться. Вот он сейчас едет, значит, на шедух это называется, на знакомство с невестой, и значит, с Божьей помощью женится, и будет два счастливого человека, которые умеют делать друг друга счастливыми, благодарить, радоваться. И мы с Божьей помощью сейчас двигаемся от свободы, от свободы к Торе. Потом Шавот, мы получим Тору, будем больше изучать Торы, чтобы знать точно, как действовать в этом мире. И к Сукоту, уже год у нас будет изучение темы счастья и радость, мы придем вообще просто на крыльях радости и счастья с Божьей помощью. Все, всем удачи и успехов, спасибо вам огромное, что вы учите Тору, спасибо, что помогаете, поддерживаете. Мы сейчас, я вернусь уже в Израиль, жду не дождусь, у нас есть, очень появились сейчас деньги, есть люди, которые решили пожертвовать с ВМА, СЭР, десятину на развитие ВАИКРа, и мы сейчас сделаем какое-то, вот сейчас появились деньги у нас на новые проекты, образовательные проекты. Все, с Божьей помощью, будем и уроки разные увеличим, и будет каждый день для партнеров и спонсоров ВАИКРа, будет отдельно живой урок в ЗУМе. Мой один раз в неделю по воскресеньям, а так на каждый день мы по темам разным возьмем провинов, чтобы можно было с ними в ЗУМе задавать вопросы и так далее. В общем, слава Богу, расширяемся, спасибо Всевышнему, спасибо вам, и идем дальше радоваться, целый день радости. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok